В партии Шольца предлагают создать контактную группу для переговоров между Украиной и РФ. Лидер парламентской фракции Социал-демократической партии Германии Рольф Мюцених предложил создать международную контактную группу для переговоров между Украиной и Россией. Эту партию возглавляет канцлер Олаф Шольц. Об этом сообщает новости Украина со ссылкой на Мюцениха в интервью Рейнискпост. Канцлер и президент Украины Владимир Зеленский соглашаются, что сейчас хорошее время для активизации усилий по мирным переговорам и что Россия также должна присутствовать на следующем мирном саммите. «Я прямо поздравляю это», — сказал он. Политик считает, что это позволяет другим странам активизировать усилия для прекращения боевых действий. На мой взгляд, пора для западных союзников инициировать контактную группу для начала процесса, — заявил Мюцених. Депутат заявил, что в контактную группу должны войти Китай, Индия, Турция и Бразилия, чтобы сыграть роль посредников. В этих государствах растет убеждение, что российская захватническая война может стать обузой. Поэтому работа контактной группы может быть многообещающей и играть важную посредническую роль, — пояснил немецкий политик. Переговоры Украины и РФ. Напомним, Украина и Россия в начале полномасштабной войны провели несколько раундов переговоров. Но потом Украина отказалась от них, поскольку РФ выдвигала ультиматумы. Ранее Украина представила свою формулу мира, а в июне был проведен первый саммит мира. В ноябре планируется второй мирный саммит, не исключается, что на него могут пригласить и представителей РФ. Две недели тому назад президент Украины Владимир Зеленский анонсировал план победы в войне. Что известно о нем, узнайте в материале РБК Украина.